Как можно сделать заземление своими руками дома и протестировать его, работает ли оно. Сейчас все подробно в этом видео. Смотрите, я изначально нахожу фазу вот в розетке. Это я вам сейчас демонстрирую, чтобы было понятно. Сейчас легенький тест будет. То есть мы берем, втыкаем один щуп в землю, один сюда. Мы видим, да, что есть контакт. Вот земля влажная, она по-любому дает индикацию вольтажа. Сейчас приступаем к самому основному. Как сделать это заземление. Ну, во-первых, чтобы вы могли сделать заземление сами дома, вам понадобится вот такая вот штука. Я ее собственными руками сделал. Вы можете у меня на канале видеть, как это сделать своими руками, не покупать, не тратить большие деньги. Поехали. Вообще, чем глубже, тем лучше. Потому что, во-первых, погружаясь глубже, влаги всегда больше под землей, лучше контакт будет с железом. Сопротивление, естественно, будет лучше. Поэтому, лично у меня, заземление под землей находится почти 6 метров. Это заземление стартует с бомбоубежища. Вот так приблизительно выкапываете. Я соберу скоро и выпущу ролик, как двухметровую, трехметровую соберу. Вообще, можно, в принципе, болгаркой разрезать, наварить гайку тут, гайку тут, и нарезать резьбу и соединять. Такие, как, знаете, несколько арматур. Скручиваете и копаете, глубже опускаетесь. Либо себе несколько таких делаете аппаратов, и все, ими пользуетесь. Очень классная вещь. Идеальная для заливки забора. Я сейчас покажу плюс-минус, что имеется в виду для забора. Я диаметр сделал 110. Вот, смотрите. Вот так труба впихивается туда, да? Сюда столбики вы заливаете бетоном. Влага сохраняется, то есть бетон себе будет нормально там себя чувствовать. Вот. Я так приблизительную варил глубину, чтобы вам было понятно, что нужно для этого делать. Сейчас как-нибудь уголок сварю и вставлю и покажу вам фокус. Люблю варить на соточке. Не больше. Ну, можно вот так. Поехали. Берем этот кое-как сваренный уголок, забиваем. Я вынужден забить его так, я глубже не прокапывал, но вы суть поняли, все, приблизительно так и хватит. Ну приблизительно вот так зачухали, итак поехали, ищем фазу 0, фаза. Вот мы взяли фазу, отыскали ее, ставим максимальный вольтаж для сети. Так, ну, контакт более чем. Берем лампочку, чем сильнее аппарат потянет, тем лучше сопротивление. Так вот берем, все, лампа функционирует, все, вот видите, вот так вот. Значит, все, заземление функционирует. То есть идея такая, нужно вообще эти уголки забивать в землю на метра 4, не меньше. А чем глубже, тем лучше вообще. Контакт будет всегда у них лучше, земля никогда не пересохнет, то есть всегда будет контакт. И чем глубже она забита, тем лучше будет контакт, то есть вот так. И делают трехугольниками для того, там, по-моему, 4 метра между уголками должно быть. И 4 метра должен быть уголок, третий стоять. Они все должны быть друг с другом соединены, чтобы на всякий случай, если где-то это не сработает, чтобы та или та точно сработала. Ну, многие профессионалы делают в ряд, там, как попало, трехугольниками, квадратами, там, 6 выставляют вот так в домино. Ну, сейчас я вам покажу, как вот у меня в технической зоне. Я тестирую, чтобы было понятно на примере. Вот у меня техническая зона. У меня всегда слева фаза, я всегда делаю слева фазу. Так правильно. Вот вы видите, фаза 0 работает и заземление работает. То есть, щитовой у меня будет все аналогично. Если шо, то не я храплю, то моя собака храпит. Вот 0 к 0, видите, сейчас. Давайте вот так вот. 0 к 0 фурычет. 0 к земле. Сейчас отходит у меня, блин, здесь. Отходит. В общем, вот так. Видите, да? Поэтому, друзья, конечно, делайте по технологии все. Абсолютно заземление. Но, чтобы вы понимали, заземление именно вот так вот и проверяется. То есть, кто-то писал в комментариях и просили, сними видео, как может земля контачить, быть нулем. Вот так может. И, в общем, я вам снял. Сделайте все по правилам и технике безопасности. Вы можете об этом узнать в гугле. Лучше узнать это у спецов. Вот. Но, если выбирать тот момент, когда у вас в гараже, а, в общем, бойлер бьется током, или еще что-то пробивая, то лучше хотя бы одну арматурину забить в землю на метров 6. Это идеальный вариант. Вот. И почему именно на 6? Я вам сейчас так скажу. Потому что на метр, к примеру, земля может быть сухой. На 2 тоже может быть сухая. В зависимости от почвы. На третьем метре уже будет влажность по-любому. На четвертом, на пятом, на шестом уже будет там 90% влажности. Поэтому делаем все по технологии. И, как видите, я вам показал и доказал, что, ну, те, кто сомневался, что заземление от земли не может идти. Ноль, блин, не может. Может еще как. Так, во времена совка, я вам так скажу, раньше обдуривали счетчики, каким образом? Ноль вешали на землю, ну, а фазу цепляли все, и счетчик не крутился. То есть ноль брали с земли тупо. Потому что раньше счетчик проходил фаза ноль, без нуля счетчик работать не будет. Но фаза, что проходит, и они брали ноль именно из земли. И таким образом, ну, вот люди как-то так вот экономили на электроэнергии. Но все это незаконно и карается статьей. Поэтому не занимайтесь ерундой. Зарабатывайте честно деньги. В общем, пишите хорошие комментарии. Потому что мои видео смотрят, оказывается, беременные школьницы. Вот. Поэтому, друзья, подписывайтесь ко мне на канал. У меня очень много полезной информации. И поставьте этому видео лайк. Я очень старался для вас. И вообще меня лайки мотивируют. Я показал в этом видео лишь только ту технологию, по которой я работаю и я живу. Вы можете не брать с меня пример. Вы просили, я снял и показал. Ни к чего никому не призываю. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы.